Здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо большое организаторам за то, что позволили мне посетить этот прекрасный, любимый, но искренний город и отвели мне целых полторы минуты до окончания сессии для того, чтобы осветить такую интересную тему, как прогноз эффективности и мониторинг лечения при раке, шее и кематке. Я планировала построить лекцию, которая сейчас будет достаточно ускорена, по тому, чтобы осветить два принципа. Первое – это как мы, собственно, мониторим лечение, то, что мы делаем уже сейчас, на какие вопросы нам нужно ответить. Я буду искренне благодарна, если потом Николай Эдуардович прокомментирует, что действительно хирурги на каком этапе хотят видеть в наших заключениях. И следующий аспект – это прогноз эффективности. Можем ли мы на основании результатов МРТ сказать, кто из пациентов ответит на проводимую химиолучевую терапию, а кто не ответит. И, может быть, нам нужно перевести его на другой вариант лечения, использовать более агрессивную тактику, использовать какие-то экспериментальные методы лечения. Это, скорее, уже прогноз такой на завтрашний день, но, тем не менее, было бы интересно посмотреть, какие маркеры при магниторезонансной томографии. И у меня до этого был хороший сигнал, и я ему так радовалась. И я оказываюсь примерно в той же ситуации, что остальные спекеры. Значит, когда мы говорим о мониторинге после, собственно, хирургического лечения, мы можем что-нибудь сделать по этому поводу, нет? Какие аспекты нам нужно осветить? Во-первых, нам нужно понимать, какого рода хирургическое лечение было проведено. Будь то органосохраняющее лечение – трассилоктомия, или это была радикальная гистроктомия, пангистроктомия, операция Вертгейма, в общем, как угодно назови. И в этом случае перед нами NCCN-гайдлайны ставят разные динамические сроки и дают нам разные рекомендации. Потому что единого консенсуса относительно того, когда использовать магниторезонансную томографию, использовать ли вообще после проведения радикального хирургического лечения, не органосохраняющего, я говорю о радикальной гистроктомии, нет. То есть это отдается на откуп клиницисту. Нет того, что, например, каждые 6 месяцев, через 3 месяца, через какое-то время нам нужно обязательно выполнять исследование. В отношении трассилоктомии мы находимся в более выгодной ситуации, потому что есть гайдлайны, которые говорят, а можно просто обратно включить выход, ведь хорошо все было, да? Правда? Рекомендуют нам проводить исследование через 6 месяцев. И, собственно, для того, чтобы нам понять, какие перед нами ставятся задачи, нам нужно понимать, какие у нас есть варианты нормы. Значит, после трассилоктомии у нас есть какая-то рисовала? Профессируйте, да, Валентин. Что мы ожидаем увидеть после трассилоктомии? После трассилоктомии мы ожидаем увидеть отсутствие шейки. Иногда мы видим сформированный неофорникс, но на тот момент… О, отлично, спасибо. Да, там с бумагой прошла реакция. Итак, собственно, радикальная гистероктомия – трассилоктомия. Здесь у нас есть какая-то опорная точка, на которую, скорее всего, пациент к нам придет на визуализацию для того, чтобы мы исключили наличие продолженного роста, наличие рецидивной опухоли. Здесь зато перестала работать мышка. Можно следующий слайд, пожалуйста. Какие перед нами, собственно, ставятся вопросы? Перед нами ставятся вопросы со стороны осложнений, потому что если у хирурга есть основания предполагать, что здесь есть что-то, что может затруднять визуализацию, например, если при трассилоктомии, может быть, гематома в стенке влагалища, может формироваться истмический стеноз, потому что цервикального канала уже нет, но за счет фиброзного процесса может быть фиброз в области истмической части шейки с нарушением оттока геморрагического содержимого и, собственно, полости матки. Может быть, я вот так… Нет, так тоже не работает. Ну, хорошо. Помимо этого, мы смотрим на то, есть ли у нас подозрения на рецидивную опухоль. Собственно, что мы ожидаем от рецидивной опухоли? То же, что мы ожидали от первичной опухоли. Мы ожидаем, что она будет ограничивать диффузию, что она будет демонстрировать высокий сигнал на Т2-взвешенных изображениях выше, чем у поперечно-полосатых мышц или цервикальной стромы. На что здесь стоит обратить внимание? На диффузии, для того, чтобы, собственно, получить, потому что это наша опорная последовательность, во-первых, убедитесь, что вы не путаете участки гиперинтенсивности с артефактами отшовного материала, потому что артефакты там будут, они будут небольшими, и каждую, собственно, гиперинтенсивную точку, они еще сопровождаются обычной дисторцией изображения, не нужно ее интерпретировать сразу же за рецидивный процесс. Это первое. И второй аспект – это обязательно убедитесь в том, что у вас эвакуирован газ у пациентки из ампулы прямой кишки, потому что на диффузию в аспекте рецидивов так много надежд, что запороть эту единственную очень информативную импульсную последовательность будет просто совершенно болезненно. Поэтому уже на сагитальной плоскости или еще лучше на локалайзере убедитесь, что в ампуле прямой кишки нет никакого газа для того, чтобы… О, отлично! Для того, чтобы понимать, что мы не будем иметь дело с артефактами. Вот, собственно, визуализация после трахилоктомии. Мы с вами видим достаточно уменьшенную матку, здесь нет шейки, здесь сформирован неофорникс, и мы можем видеть небольшие участки дисторции на диффузии, которые они должны интерпретировать как какие-то патологические изменения. Для тех, кто много смотрит пациенток в послеоперационном периоде, вы понимаете, что после гистероктомии мы практически всегда видим вот эти вот гантелевидные участки. Это маточно-крестцовые связки, подшитые для того, чтобы укрепить купол влагалища. И иногда, особенно в разных, в раннем послеоперационном периоде, когда по той или иной причине пациентка попадает к нам на стол, они могут демонстрировать не такой красивый сигнал низкой интенсивности на Т2, а сигнал более высокий. Помните о том, что в течение первых месяцев, разумеется, там есть воспаление, там только формируется фиброз, и это тоже не нужно переоценивать как рецидивную опухоль или продолженный рост. На что хочется обратить ваше внимание? Во-первых, собственно, истмические стонозы, они иногда могут пугать тем, что в полости матки скапливается геморрагическое содержимое, оно может давать эффект седиментации. Это не очень хорошая история, потому что сама цель трахилоктомии – это, собственно, реализация репродуктивной функции в дальнейшем, и не самая лучшая история, когда здесь происходит облитерация перешейка со скоплением жидкости в полости матки. И лимфокисты, которые, по первости, могут, собственно, тоже испугать наш неопытный взгляд, но мы понимаем, что после проведения лимфодисекции в течение нескольких месяцев, если мы видим вот такие жидкостные скопления, забрюшинные, в области, где были удалены лимфатические узлы, совершенно не стоит их пугаться, нужно просто исключить воспалительный процесс, это будут толстые стенки, ограничение диффузии содержимого, и если есть перегородки, их тоже неплохо описать, особенно если планируется дренирование. Значит, собственно, в аспекте рецидивов. Что следует помнить? Большинство рецидивов будут возникать в первые три года. Уже 75% рецидивов после радикального лечения в полном объеме, они будут чаще всего системные, поэтому если у вас под КТ стоит в соседней двери, обязательно посмотрите на эту соседнюю дверь внимательно, потому что редко, когда история будет ограничена только тазом. Если история рецидива ограничена только тазом, позаботьтесь о том, чтобы описать все моменты, которые могут оказать влияние на выбор тактик лечения, в частности, возможность проведения экзентерации. И помните, что при трахилоктомии в целом уже за счет дисторции вот этого неофорникса осмотр достаточно затруднен, и гинеколог может уже не так сильно доверять своим пальцам, как он доверяет им обычно при обычном осмотре. Вот здесь представлен, вы видите состояние после трахилоктомии, вы видите, собственно, рецидив, рецидив, который возник в области анастомоза, и достаточно крупный, очень хорошо бросается в глаза на эмордифузии, несмотря на то, что на Т2 сливается с наружной цервикальной стромой. Это один из вариантов центрального рецидива. Центральными мы называем рецидивы, которые формируются в области купола культи, влагалища рядом с ней. Пожалуйста, проверьте сначала сигнальные характеристики, потому что вот когда вы видите такой яркий сигнал на Т2, это может быть рецидивное эмоционозное содержимое, рецидивное гематома, то есть кровь, и она будет давать тоже ограничение диффузии. Мы часто видим такие ошибки координатора, поэтому смотрите на Т1 с фацатом. Это важная последовательность, которая ответит вам на вопросы. Не всегда центральный рецидив, такие маленькие, хорошенькие, как я показала. Здесь рецидив небольшой, но вы видите контактную инфильтрацию, задние стенки мочевого пузыря в области пузырного треугольника и, собственно, стенки рактосимбоидного отдела толстой кишки. Возникает вопрос, на чем искать рецидивы. Здесь я привела исследование, и профессор Куния была соавтором в этом исследовании, кстати. Они на примере небольшой, но впечатляющей группы пациентов, порядка 35 человек было в группе, они показали, что если мы используем только Т2, то наша диагностическая точность порядка 70%. Т2 с контрастом повышает до 80, и лучшее значение дает Т2 и диффузионно-взвешенное изображение. Тогда наша точность выявления рецидивов после хирургического лечения раки шейки матки, она существенно возрастает. И опять же, помните, вам очень нужна хорошая диффузия. Пожалуйста, газоотводная трубка, лучший друг лаборанта, микролакс, лучший друг рентгенолога, эвакуируйте газы с кишки, чтобы потом на этой поплывшей диффузии не искать какие-то гиперинтенсивности сигнала. Пример латерального рецидива нам чаще всего не попадаются уже в достаточно таких впечатляющих масштабах, на что здесь хочу обратить ваше внимание. Обязательно учитывайте возможность, то есть где вы находитесь на вилке принятия решения, потому что в случае, если рецидив операбельный, то есть если возможность, например, лучевой терапии уже исчерпана, и будет рассматриваться возможность об экзонтерации или висцирации, что будет важно знать и подчеркнуть на мультирисциплинарном собрании? Во-первых, если есть инфильтрация седалищного нерва или области крестцового сплетения, потому что здесь получить чистый край резекции крайне сложно. Раньше считалось ограничением вовлечения тазовой стенки, но вообще сейчас возможности реконструктивной хирургии высоки, и поэтому здесь просто сообщите об этом, если вы видите инфильтрацию, например, внутренние подвздошные мышцы, грушевидные мышцы, сообщите об этом хирургам и оставьте решение им дальше. Но вот этот аспект обязательно нужно подчеркнуть. Еще один момент – это вовлечение наружных подвздошных сосудов и общих подвздошных сосудов. Внутренние подвздошные сосуды, они не играют такой драматической роли, но если вы видите вот такое каплевидное втяжение наружной подвздошной вены, вовлечение подвздошной артерии, на это тоже нужно указать внимание. Ну и еще один вариант рецидивов, это когда явно у нас были какие-то проблемы с операционным полем, потому что мы видим в области хирургического доступа и по брюшине множественные опухолевые узлы. В том, что касается мониторинга лечения, NCCN-гайдлайны говорят нам, что через 6 месяцев после поведенной химиолучевой терапии, мы уже переходим на химиолучевую терапию, нам рекомендовано выполнять ПЭТ-КТ или хотя бы КТ-грудь-живот-таз. Согласно этим рекомендациям, МРТ опционально и находится, то есть решение о том, нужно МРТ или нет, находится на откупе у, собственно, величащего врача. Однако, что интересно, в большинстве источников текущих и во многих зарубежных центрах наши коллеги при проведении брахитерапии, сочетанной с дистанционной лучевой терапией, они предпочитают выполнять МР-исследование на 4-5 неделе после, собственно, брахитерапии. Почему это так? Потому что уже на этом этапе, я покажу это чуть позже, вы можете примерно спрогнозировать, ответ будет или не будет и, соответственно, определиться с тем, как дальше вести пациентку, то есть в какую прогностическую группу она попадет. Относительно осложнений, которые мы ожидаем после ХЛТ, здесь ничего нового, на что хочу обратить ваше внимание, на то, что, помните, что лучевая терапия, она не оставляет костный мозг в том состоянии, в котором мы привыкли его видеть. Кость становится более хрупкой, мы очень часто видим стрессовые переломы. И на перепуганный взгляд молодого рентгенолога это может компенсировать метастатический процесс и очень часто приводит к диагностическим ошибкам, при том, что они имеют классическую локализацию и как раз классическую семиотику. Пожалуйста, помните об этом и давайте не будем допускать таких ошибок. Чего мы ожидаем, собственно, после химиолучевого лечения? Во-первых, мы ожидаем, что восстановится нормальный сигнал цервикальной стромы, но произойдет это не скоро. Не ожидайте, пожалуйста, на четвертую, пятую неделю или на второй, третий месяц, что у вас восстановится такая прекрасная шейка. Через шесть месяцев мы ожидаем того, что цервикальная строма приобретет исходный сигнал низкой интенсивности на Т2. Ну и, безусловно, опять же опираемся на диффузию. Еще раз обращаю ваше внимание на основной источник зла в тазу. Это ампула прямой кишки. Собственно, что еще может происходить? Мы будем с вами очень долго видеть отек тазовой клетчатки. Это диффузия с низким фактором взвешенности. У меня просто не было фацата под рукой Т2. Он не входит в стандартный протокол. Не тратьте на него время. Мы будем длительное время видеть такой интуративный отек клетчатки. Совершенно нормально. Не нужно это описывать как что-то экстраординарное. Ну и уже через два месяца примерно после лучевой терапии мы будем видеть жировую конверсию костного мозга. И на этом фоне, опять же, классический паттерн стрессовых переломов. Линия уплотнения трабикулярной костной ткани идет параллельно к резцово-подвздошному сочленению. Здесь будет массивный отек по первости, будет болевой синдром пациентки. У них не будет никаких травм. То есть это может быть просто она спустилась с лестницы и, собственно, сформировался перелом. Потому что костную ткань уже нельзя считать выдерживающей те нагрузки, к которым пациентка привыкла. Помните, что на диффузии здесь может быть высокий сигнал. Но и на ИКД будет высокий сигнал. Этот эффект просвечивания не нужно путать с опухолевым процессом. Сейчас, собственно, наверное, самая интересная часть для тех, кто еще не написал диссертацию, это прогнозирование. Как мы можем, наблюдая за пациенткой в процессе химиолучевого лечения, сказать, она ответит в дальнейшем на эту терапию или нет. То есть поработать магами и предсказателями. Если мы посмотрим на патоморфологию, я надеюсь, патоморфолог меня поправит, если я ошибаюсь. Что будет нам говорить о том, что опухоль будет отвечать на наше лечение? Если у опухоли высокая вискулиризация и плотность микроциркуляторного русла. То есть туда доедет химиопрепарат, опухоли его, клетки его поглотят, все будет хорошо. Если, собственно, у сосудистой стенки микроциркуляторного русла высокая проницаемость, тоже хорошо доставится, собственно, доставка химиопрепарата будет хорошая. Плотное расположение клеток, гиперцеллюлярные опухоли хорошо отвечают. И наоборот, наличие зон гипоксии, некрозов, большой объем фиброза, такие опухоли так привыкли жить в стрессовых условиях. Нам им сильно не опугать, и мы ожидаем, что ответ на химиолучевое лечение будет похуже. Если мы переведем все эти прекрасные термины в то, что мы можем оценить на МРТ. Как мы можем оценить вискулиризацию и плотность микроциркуляторного русла? Мы можем посмотреть на динамическое контрастирование. Есть масса параметров, десятки статей, у каждой оценивает свой. В основном мы смотрим либо на параметры wash-in, либо на угол подъема кривой. Высокая проницаемость сосудистой стенки. Что с этим коррелирует? K-trans. Мы можем выполнить T1-перфузию и посчитать этот показатель. Плотность расположения клеток, наличие зон некрозов, гипоксии. Мы можем оценить это банально по интенсивности сигнала на T2. Мы можем посчитать ИКД или можем оценить куртозис, если у нас есть такая возможность. Можем также посмотреть на параметры контрастирования. То есть, по сути, патоморфологические критерии мы можем транслировать на наш с вами магниторезонансный язык. И в целом, если вы откроете ПАБМЕД, вы увидите огромное количество работ на эту тему. Например, в этой работе 65 пациентов. Им до начала химиолучевого лечения измеряли ИКД и оценивали динамические кривые. Там был ряд параметров. Наиболее эффективным оказался угол подъема кривой. И что же выяснилось? Выяснилось, что пациентки потом над этими пациентами наблюдали и разделили их на две группы. На те, которые ответили на лечение, и те, которые не ответили на химиолучевое лечение. Что же выяснилось? Что высокие значения ИКД, которые коррелируют как раз с наличием некрозов, даже микроскопических, которые мы не видим, наличие зон гипоксии, и небольшой угол подъема кривой, который говорит о низкой воскулиризации. Так вот, вот эти параметры сочетания, они наблюдались только у неответивших на лечение. Ни у одной пациентки, только у трех процентов группы был хотя бы один из этих параметров, и ни у одной из пациенток не было оба параметра. То есть, уже на этапе, когда мы только запускаем пациентку в химиолучевую терапию, если у нас есть такие количественные критерии, мы можем заподозрить, что что-то пойдет не так, что нужно фоллоапить ее более прицельно, соответственно, наблюдать за ней более прицельно, потому что мы ожидаем, что, возможно, здесь что-то пойдет не так, ответ будет не такой хороший. Мета-анализ. 9 работ, 231 пациент. Это много, вы нечасто встретите такие группы. Измеряли ИКД до начала, и через 2-4 недели после лучевой терапии была комбинация ДЛТ и брахитерапии. Собственно, вот в таком коротком периоде. Мало кто из нас сейчас делает на 2-4 неделях реально фоллоап методом МРТ. И что же они увидели? Что если ИКД увеличивается более, чем на вот этот показатель, он так увеличивался только в группе ответивших пациентов. И если прирост ИКД составлял менее 0,3, это было наблюдалось только в группе у тех пациента, которые не ответили. То есть в данном случае повышение ИКД говорит о том, что происходят некрозы, что клетки опухоли разрушаются, что клеточность становится менее плотной. И этот показатель хорошо коррелировал с дальнейшим прогнозом. Вы можете сказать, окей, диффузия, перфузия, Т1, ДКУ, все может быть очень сложно. Банальная вещь. 2019 год. Журнал современной брахитерапии. Оценивали интенсивность сигнала на Т2. Что делали? 164 пациента, большая группа. Смотрели до вхождения в лечение и на четвертой неделе, собственно, при подведении 40-50 игр. Что сравнивали? Сравнивали интенсивность сигнала на Т2 от опухоли шейки матки по отношению к диску Л4-5. Мы ожидаем, что уже на шести месяцах у нас нормализуется нормальная красивая строма. Но можем ли мы на каком-то промежуточном периоде поймать эти изменения? Да, можем. Здесь тоже продемонстрировано, что более выраженное снижение интенсивности от опухоли на Т2 коррелировало с дальнейшим ответом. Уже даже на основании этого параметра мы можем прогностически разделить пациент на группы. Ну и, наконец, волюметрия, о которой мы говорили. Это исследование просто принято цитировать во всех подобных лекциях. Я не являюсь исключением. В данной группе наблюдали пациенток до начала лучевой терапии на 4-5 неделях после подведения дозы в 40-50 грей. Здесь тоже комбинация брахитерапии и ДЛТ. Наблюдали пациенток затем в течение 5 лет. И, соответственно, тоже разделили их на ответивших и не ответивших. Или частично ответивших. И выяснилось, что если на 4-5 неделях объем был больше 20% от исходного, от резидуального, это коррелировало хорошо и с безрецидивным периодом, и с безрецидивной выживаемостью. То есть, опять же, к чему я все веду, мы можем оценивать огромное количество параметров, но практически большинство исследований диктуют нам, что МРТ, выполненное через 4-5 недель от момента начала лучевой терапии, уже позволяет нам понять о том, будет ли работать это лечение или нет, и отнести пациента в ту или иную прогностическую группу. Собственно, на этом у меня все. И, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить вас на конференцию по лучевой диагностике в онкологии, которую Московское радиологическое общество проводит в декабре. Приезжайте, будет интересно. Но очень надеюсь, вас там увидят. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Да, но отдельное спасибо за то, что мы остаемся в таком относительном регламенте. Пару вопросов, если можно. Если созрели наши слушатели. Вопросов нет. Ирина Анатольевна. Самые стеснительные слушатели могут подойти в перерыв. Да. 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 Рвется в бой. Да, наши. Да. Еще раз это углубляет за прекрасный доклад. Из комментариев. Потому что, конечно, безусловно, вот последняя часть доклада и прогноз, мне кажется, сейчас действительно наиболее актуальный и мало, наверное, изученный на нашей территории направление. Хотя попытки нами делаются. В моем докладе мы обсуждали вопрос о неудивантной химиотерапии. И совместно с рентгенологами и специалистами-патоморфологами мы пытаемся создать какую-то систему координат прогноза, оценивая МРТ до и после окончания вот этого и такого водного лечения в виде лекарственной терапии. И некоторые, наверное, схожие моменты очень коррелируют с вашими данными и вашими мыслями. Спасибо большое, потому что, мне кажется, действительно это задело не только для молодых студентов, но и для нас, для врачей, которые, наверное, уже обладают определенным опытом, которые знают, что это важно и серьезно важно. Ну, а комментируя первая часть доклада была сконцентрирована на контроле за МР-контролем за послеоперационными больными, и здесь бы я хотел поставить акцент на то, что действительно у нас конференция сейчас первая часть клиническая, делаются акценты на магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, но дело в том, что мы, онкогинекологи, ни в коей мере не принижаем значение сонографии введения этих пациентов, и доказательством этого у нас наша клиника институтская обладает своим собственным кабинетом ультразвуковой диагностики и своим собственным высококвалифицированным специалистам, которые присутствуют здесь далее. Спасибо большое за эту работу, потому что сейчас мы не мыслим себя по-другому, и все знают экспертное мнение Европейской Ассоциации гинекологов, онкологов о том, что ультразвуковое исследование, выполненное на аппарате экспертного класса экспертом, оно фактически приравнивается по диагностической ценности к МРТ малого таза. И мы этим пользуемся активно, особенно у пациенток с органо-сохраняющими операциями, в виде мониторинга. Если КТ, МРТ это стратегия, то сонография, безусловно, это решение оперативных вопросов, и вопросов ежедневных, ежесекундных и минутных, только как дополнение к вашему прекрасному докладу. Огромное вам спасибо. Может быть у нас будет комментарий как раз по особенностям выполнения сонографии. Можно микрофон в зал, пожалуйста? Ирина Анатольевна, Ирина Евгеньевна, подождите, сейчас вам принесут микрофон. Если можно, коротко, коротко, Ирина. Действительно, я просто, может быть, не совсем, как бы вот когда вы говорили про прогноз, я, может быть, не совсем согласна, что это прогноз, это скорее оценка возможности, эффективности лучевой терапии или химию данной больной. Потому что прогноз это очень долгосрочная перспектива, это вот не на сегодняшний момент. Если говорить об эхографии, то, в принципе, конечно, мы не обладаем ни ДКУ и ни прочими, но по волюметрии, да, по размерам образования, доплерометрия, контрастная эхография, эластография, вот все те возможности, которые у нас сейчас есть, но есть, конечно, не в каждом, тоже нам позволяет достаточно объективно оценить возможный эффект у каждой конкретной больной. Но в целом мне ваш доклад очень понравился. Большое вам спасибо. Вы, как всегда, были на высоте. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Я хотел бы переадресовать ваш вопрос мне. А вы как измеряете и контролируете размеры в ходе химиолучевой терапии? По рецист классическому, аксиальные срезы или все-таки прицельные? Проблема с рецистом в том, что в зависимости от наполненности объема мочевого пузыря, собственно, положение матки будет сильно варьировать. И поэтому варьирует, мы не можем использовать строгие аксиальные срезы. Попытка проведения волюметрии, на которой очень настаивают наши лучевые терапевты, им очень нравится идея с волюметрией, она, конечно, достаточно трудоемкая. И не скажу, что сейчас очень автоматизированно и здорово работает программное обеспечение, но, тем не менее, мне кажется, будущее за волюметрией. Потому что, во всяком случае, сразу после окончания лучевой терапии мы действительно видим у одних пациенток достаточно выраженное снижение объема, тогда как у других пациенток объективно остается 30% опухоли и более. И, конечно, здесь уже мы не говорим о том, что, значит, ага, вот в этой группе в течение 5 лет мы что-то плохое ожидаем. Но где-то на подкорке мы об этом думаем, что эта пациентка ответила не так, как бы мы этого хотели. Спасибо большое. То есть, все-таки прицельные срезы и волюметрия – наше будущее. Мы за волюметрией. Да, мы ждем искусственный интеллект, который нам все это расскажет, быстро покажет и оценит все. Пока приходится обходиться естественной эрудицией. Естественно. Спасибо большое. Еще раз благодарю Ирину Анатольевну за ее активность во время первой нашей сессии и чудесный доклад. Продолжение следует...